всем привет всем большой привет с города норильска вышел на улицу решил немножко прогуляться уже целый день сидел дома сидел дома сейчас появилось солнце на лист наконец-то пришло лето это не может не радовать сейчас походим посмотрим что у нас здесь интересного ну естественно посмотрим заброшки ну как все ну знаете как я люблю вот посмотрим хорошие места посмотрим плохие места оценим это все не переключайтесь смотрите дальше дальше будет интереснее вот мальчики девочки нахожусь я около стадиона там около стадиона музыка играет там наверняка люди занимаются спортом и это хорошо стадион у нас находится вон там вот а это я пришел здесь такая клумба но ничего не растет даже ничего не растет пока но выросли я смотрю бычки он там от бычки выросли вот значит вот здесь вот просто могильник какой-то бычков до могильник бычков какие-то бумажки ну в общем не очень но вы знаете плюс есть то что здесь вот есть лавочки да и вы знаете я посидел на этих лавочках и мне понравилось но как и везде есть свои плюсы и минусы вообще я считаю город на риск страдает страдает тем что мало уборщиков но наверно люди не идут на эту профессию потому что мало платят давайте сейчас мы с вами развернемся налево так вот смотрите там у нас значит какой-то я не знаю какая-то коробка из дерева и там вроде бы какой-то ресторан или кафе но он такой страшный ужасно что мы наверно переключимся чуть левее вот да вот смотрите вот здесь вот были дома дома и их снесли говорит что что-то построят но я по крайней мере пока не вижу что ведется какая-то стройка вон там вот чуть дальше он смотрите покрасили дома ну довольно таки красиво вот здесь вот смотрите дом покрасили тоже классно вот эту вот школу если не ошибаюсь тоже покрасили вон там вот смотрите тоже ремонт делали ну наверно с годик назад с годик назад сделали ремонт и вы знаете смотрится довольно таки хорошо а вот это вот у нас мальчики и девочки заброшка какая-то заброшка конечно в этой заброшки раньше жили люди мы сейчас своим пройдемся вот здесь и посмотрим что там интересно вот там вот у нас получается вот этот синий дом ведь там у нас находится жар птица да вот здесь вот у нас куча снега которая не убирается он там он тоже он смотрите куча снега тоже не убирается дам помойка вообще помойка мусор в том направлении вообще не выводится вот там а дальше тоже у нас куча снега и вот это вот такая красивая красивая у нас заброшка да раньше в этой заброшке жили люди и радовались о жизни а сейчас она стоит и портит весь вид ну и вы знаете что самое стрёмное вот в этом все к этим заброшкам постоянно сбрасывают разный мусор вот этот плохо я не могу понять откуда в норильске столько мусора ужас какой-то посмотрите он там какой-то мусор вот здесь вот какой-то мусор там вот смотрите он нам какой-то гараж стоит его тоже надо выкинуть здесь у нас смотрите тоже куча снега который никто не убирает вот здесь у нас мусор но войдете дальше он советское время вот в таких домах меня вы знаете всегда прикалывала в подвальном помещении делали гаражи насколько это было законно я не знаю но вот до сих пор вот есть гаражи ну наверное сейчас уже это все оформили вот и в принципе принципе люди пользуются нормально но вообще по технике безопасности как мне кажется это неправильно то есть если что-то случится в этом гараже то конечно полыхнет весь дом вот вот смотрите вот здесь вот у нас такая ужас на крыльях ночи все исписано там смотрите все заброшено ну пойдемте дальше здесь вот ведро какое-то вот и вот наша красота неземная это двор двор гараж по всей видимости этот рабочие потому что смотрите здесь на гараже даже замок есть он видите все пойдете дальше я вы знаете я не могу понять одну вещь могу понять почему мусор не убирается вот этот вот допустим мусор вот смотрите это же ужасно все это страшно это не комфортик он тот мусором смотрите почему не убирается вот этот мусор мало того что здесь мусор так еще куча снега вот почему техника не работает вопрос а вот вот эти гаражи которые в домах да а он там вот смотрите вообще целая гора мусора я конечно все попробую приблизить вот чтобы вам показать это как вообще это вот всю зиму копили копили а потом вывалили да нормально ну все пойдемте дальше вот сейчас она на камерку переключу а сейчас на широкую поставлю о широкую поставил да мы как-то вы знаете с женою снимали это место да это место снимали и конечно это было зимою это я тогда купил камеру инта 360 и мы ходили жены тут снимали это все 360 градусов ну и довольно таки прикольный видосик получился вот он смотрите там вот наверху вообще пожар был здесь вот разбитые стекла кругом там вход по всей видимости он заварен но самое прикольное знаете что в этом дворе это то что вот здесь вот такой ужас и страх а вот с этой стороны смотрите дом отреставрировал нормально да то есть как бы то есть контраст вообще конкретно норильск вообще я считаю такой город контрастов с одной стороны помойка с другой красота посмотрите вот детская площадка стыга и вот кругом вокруг детской площадке помойка еще прикольно ну ладно пойдем дальше вот а ну давайте мы наверно с вами сейчас заглянем вот в эту дырочку вот и посмотрим что там в этой дырочке конечно мы сюда заходить не будем но у нас и не получится потому что здесь все закрыто и это хорошо кроме вот этой дырочки дубы помоложе конечно я в залез бы туда и посмотрим ну да там чего-то такое страшное это знаете вот эти вот сталкеровские истории и вдруг чё-нибудь выпрыгнет вдруг чё-нибудь выскочит так ну пойдемте вот красота наша любимая неземная а еще вы знаете чем не нравится и нравится то что вон там увидите там какие-то постройки какие-то гаражи вообще непонятно что там пойдемте дальше посмотрим что у нас дальше вот вы значит мы с вами выходим на улицу кирова до на улицу кирова но на улице кирова конечно получше получше вот на риске конечно не везде так это она как любых других городах вот тоже есть такие злачные места страшные а есть конечно места такие нормальные и хорошие вот этот дом заброшенный с этой стороны но надеюсь его конечно демонтируют или отремонтировать пойдемте дальше улица кирова это была улица ломоносова пойдемте глянем я тут как пошел узнать шел нормально все хорошо и меня просто обрызгали водители вот эти вот сумасшедшие гонят гонят он вроде едет едет ну может быть он конечно и не знал но вот он ехал ехал и я как раз проходила там как раз на том месте где я проходил яма была вот и он да короче меня отбрызгал вообще ужас вот смотри на улице кирова нормально вообще хорошо чистенько вообще здорово все мальчики девочки завершая свой репортаж немножко входили немножко погуляли посмотрели во ветер сильно ужас какой-то вот и пришли мы с вами магазину югос сейчас я зайду магазин югос немножко там что-нибудь куплю ну и пойду домой так что вот так вот подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх оставляйте свои комментарии всем пока до скорых встреч и самое главное не забывать всем добра пока пока